Чей все-таки мусор? На этот вопрос за круглым столом пытались найти ответ чебоксарские депутаты, представители управляющих компаний и регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами. Дело в том, что после перехода на новую систему с 1 октября с вывоза мусора в столице Чувашии начались проблемы. Ольга Пырочкина подробнее. А куда же мусор девать? Давай сюда. Вот ты! Прямо, дяденьки, на шляпу. В России стартовала реформа, которая призвана навести в стране порядок. Коротко ее называют мусорная. До 1 января все регионы должны перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Ее суть такова. За сбор, перевозку и утилизацию мусора должен отвечать единый региональный оператор. В Чувашии по конкурсу таковым стала компания «Экоцентр». К своим обязанностям она приступила, не дожидаясь нового года, с 1 октября. С этого же числа население будет платить по новой схеме. Сумма теперь рассчитывается исходя не из количества квадратных метров в квартире, а с каждого прописанного человека. Получается 74 рубля 44 копейки на одного человека в месяц. Данная сумма сформировалась следующим образом. Для регионального оператора утвердили единый тариф – 442 рубля 22 копейки с кубического метра. А для населения ввели норму производство мусора – 2,02 кубического метра в год на человека. Умножаем тариф на норму накопления и делим на 12 месяцев. Если говорить об изменении или как повлиял на общий платеж граждан внедрение вот этой новой коммунальной услуги, то следует отметить, если были большие квартиры и проживало небольшое количество человек, то у них увеличения, конечно, не будет. Но в тех маленьких квартирах, если были прописаны много человек, то там, конечно, у них будет рост платы. Тем не менее, от этого мы никуда не уйдем. Значит, все-таки, наверное, мы считаем, мусор образует люди, а не размеры квартир. Сколько платить населению уже решено, а вот чей в итоге мусор – не до конца. Дело в том, что он, оказывается, бывает разным. К примеру, строительным или крупногабаритным. С вывозом такого возникли проблемы. Мы несколько не успели подготовиться к вывозу крупногабаритных отходов. С перевозчиками эта тема обсуждалась. Чтобы транспортировать отходы с мест сбора до мест утилизации, рекоператор заключил договоры с перевозчиками. Однако новым обязанностям в виде крупногабаритного мусора, сокращенно КГМ, последние не обрадовались. Вопросы должны были урегулировать в течение недели. Однако вот свежие съемки, которые сегодня днем нам прислали жители северо-западного района. Впрочем, от старых диванов и унитазов региональный оператор хотя бы не отказывается. А вот кто будет вывозить спиленные ветки и другой мусор растительного происхождения, неизвестно. Если процитировать Евгения Майрина, растительный мусор и порубочные материалы к твердым бытовым отходам не относятся. И зря амуниципалитеты думают, что эту головную боль они с себя скинут. Иными словами, вопросов еще много. Впрочем, до 1 января в республике переходный период. Ольга Пырочкина, Юрий Марков, Республика.